Все внимание мира прикуда к выборам во Франции. Там действующий президент Франции Эммануэль Макрон одолел ультраправую соперницу Мариен Ле Пен во втором туре выборов и останется во главе второй крупнейшей страны ЕС еще на пять лет. После подсчета 100% голосов Макрон набирает 58,5%, Ле Пен 41,4% соответственно. Поэтому поздравляем Эммануэля Макрона с победой. Желаем ему поддержки Украины в том числе и продолжать работу по помощи Украине в сопротивлении Российской Федерации. Эту тему будем также обсуждать с аналитиком-исследователем Катерин Квинджадж. Она с нами на связи и также с Галиной Воровской. Это профессор политологии, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Я рад приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Яворская, а не Воровская. Спасибо большое, что исправили Галина Яворская. Спасибо большое, Галина. Прошу прощения сразу же. Работаем прямо в эфире. Все возможно. Но, кстати, к вам, Галина, и первый же сразу вопрос касательно этого. Скажите, пожалуйста, Галина Михайловна, вот данный результат уже по выборам. Мы уже видим, что Эммануэль Макрон снова стал президентом. И как может поменяться его риторика в отношении Украины? Либо она усилится еще больше, и еще больше помощи мы можем наблюдать от Франции в отношении Украины. Как вы считаете? Я считаю, что это позитивный для Украины результат и для Европейского Союза в целом. Европейский Союз будет крепче сейчас. Но какие последствия для Украины? Это, очевидно, нужно принимать во внимание много факторов. Во-первых, как будет складываться ситуация во Франции и внутренние проблемы французские. Потому что Макрону предстоят выборы в парламент в июне. А во-вторых, это будет зависеть от того, каким образом дальше будет вести свою линию президент Франции относительно Украины. То, что эта проблема для него останется важной, это безусловно. Потому что он сразу упомянул в своей речи проблемы, связанные с страданиями в Украине. Но как будет дальше? Дело в том, что ранее на дебатах с Ле Пен Макрон заявил, что Буча – это красная линия. И больше телефонных звонков Путину не будет. Однако теперь я не думаю, что он откажется от линии на дипломатическое урегулирование отношений наших. То есть прекращение войны в Украине и роль дипломатических переговоров с РФ. И вот тут, так сказать, и возникают определенные проблемы. Но об этом, очевидно, можно поговорить позже, я думаю. Спасибо вам, Академия Михайловна, за мнение. Давайте присоединим Катерину Квинджадж. Аналитики-исследователи с нами также на связи. Катерина, скажите, пожалуйста, опять же, в рамках всей этой поддержки, мы, ну, скорее всего, будет продолжаться также поддержка Франции в отношении Украины. Уже президент Зеленский также прокомментировал и поздравил Эммануэля Макрона с победой. Катерина, скажите, пожалуйста, также речь идет об эмбарго, которое просит президент Зеленский, просит офис президента официальный Киев, чтобы ввели эмбарго на Российскую Федерацию, чтобы никто не закупал ни нефть, ни газ. Сейчас Франция пойдет ли полностью на эмбарго российских энергоносителей? Как вы считаете? Трудно сказать. Я могу сказать лишь то, что если бы победила Ле Пен, то было бы никаких шансов для этого. С другой стороны, вот мы видели, что в первые годы правления Макрона он столкнулся с большой угрозой движения жилежон, которая вот одной из главных жалоб стала как раз вот подорожание газа и бензина. И еще у нас предстоит лето. Ну, это то время, когда люди много ездят по стране и по Европе. И, соответственно, вот у него есть причины волноваться о том, что вот такой эмбарго станет действительно непопулярным среди французов. И что вот эмбарго даст еще поводов для возрождения или усиления подобных популистических движений, как жилежон. Так что я думаю, что есть вот большой шанс на то, что какой-то эмбарго все-таки пройдет, но оно, скорее всего, будет не таким сильным, как могло бы быть. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вопрос не о будущем Франции в вопросах Украины, а меня все-таки интересуют те 40% людей, которые поддерживают Марию Лепен и ее откровенно пророссийскую риторику. С чем это связано? Почему такой, ну, можно сказать, большой процент людей поддерживают ее риторику, а, соответственно, и политику Путина? Галина Михайловна, как вы считаете? Я считаю, что в этот раз правые получили гораздо больше голосов и в целом. И это, так сказать, диктует определенное поведение и президента Макрона. То есть он сказал, что он будет президентом для всех французов. Это значит, что он будет учитывать то, что думают и оппозиционные, ну, те, которые не победили. Потом еще есть такая вещь, как, то есть, ну, социальная политика Макрона, в принципе, французы проголосовали за политику, за его политику, то есть как бы и с пенсионной реформой и всем прочим. Но ведь он не может игнорировать такое большое количество французов, которые голосовали просто за него, чтобы поставить заслон крайне правым. И это, так сказать, создает довольно напряженную ситуацию. И дальше уже вчера, так сказать, были некоторые попытки выхода на улицу тех, кто был недоволен победой Макрона. И ему придется, так сказать, учитывать все эти внутренние моменты. И это, конечно, будет влиять, будет влиять на внешнюю политику. Почему Макрон, почему Леопен так себя ведет и почему ее поддерживают? Ну, потому что она публистская, потому что она обещает социальные блага, которые, конечно, как бы она их выполняла неизвестно, но сейчас это уже ответственность Макрона. Катерина, скажите, пожалуйста, вы по каким можно критериям определить дальнейшую политику Макрона? На чем будет делаться важный акцент? Можно ли говорить непосредственно, возможно, о будущих гарантиях безопасности для Украины, которые вот уже поддерживают Польшу, Великобританию? Будет ли такая же массированная помощь от Франции, которую мы сейчас наблюдаем, от США, от Британии, от Польши, от Чехии? Ну, скорее всего, не будет настолько массированной помощи от Франции, которая, видимо, от Польши и от Чехии, и все равно не было бы такой помощи. То есть даже если бы Леопен не представляла вот такую большую угрозу. И, скорее всего, будут продолжаться передачи тяжелой артиллерии Украине. Макрон уже сказал на этой неделе, что мы даем артиллерию Украине, и, скорее всего, будем продолжаться в этом русле, при том, что мы никогда не станем прямым участником конфликта. Что касается того, что время для телефонных разговоров пришло к концу, я, скорее всего, согласна со своим собеседником о том, что Макрон все-таки будет, скорее всего, настоять на каком-то дипломатическом решении войны в Украине. Ну, что он просто, он понял в какой-то мере, что он самостоятельно уже не сможет как-то очаровать Владимира Путина, и что, скорее всего, никто так и не сделает. Так что, да, я думаю, что, скорее всего, вот поддержка по отношению к Украине останется на том уровне, который было, ну, было за последний месяц. Ну, нельзя же, не надо ожидать от Макрона, что он станет, ну, вторым президентом Польши, или что на него как-то повлияют правители балтийских стран. Галина Михайловна, у меня к вам сейчас следующий вопрос. Я увидел цитату Эммануэля Макрона, где он сказал, что после президентских выборов нужно повысить голос, сказал Макрон. И он сказал также, что следующие годы не будут спокойными, но будут историческими. Как вы для себя охарактеризовали данное заявление Макрона? Что значит повысить голос? Да, он говорил о себе, простите, я переспрошу. Повысить голос о себе, он говорил, что быть тверже, но это естественно, ситуация очень сложная. Вообще годы президентства Макрона оказались очень сложными. И проблем было очень много. Сейчас их не станет меньше, естественно. И главное, вообще-то у Макрона есть проект, касающийся европейской безопасности и обороны. И вот он будет, очевидно, проводить этот проект внутри Европейского Союза. Ну, повысить голос, это очевидно, чтобы Франция, то, на что претендует Макрон, и сейчас, в общем-то, у него нет в этом смысле конкурентов, то есть стать лидером Европейского Союза, очевидно, вместе с Германией. Ну, из этого вы можете сделать очевидный вывод, какой будет политика относительно Украины. Я думаю, так. Катерин, и к вам тот же вопрос. Как вы для себя восприняли слова Макрона, касательно повысить голос? И как это может измениться в украино-французских отношениях в дальнейшем? Ну, я это слышу как некое заявление со стороны Макрона о том, что он человек немного нарциссистского наклонения. То есть я это не воспринимаю как какое-либо обещание или заявление о готовности принимать больше усилий для поддержания Украины. Для меня это просто означает то, что он себя видит в качестве европейского лидера и что он готовится быть в центре внимания на европейской арене. Услышали вас. И последний вопрос к вам двоим также. Галина Михайловна, с вас начнем. Завершая тему касательно выборов во Франции, касательно, опять же, будущего, кроме Украины, еще во Франции есть множество внутренних вопросов. Если говорить непосредственно о них, как мы можем спрогнозировать дальнейшую поддержку Эмманулея Макрона в силу того, что его доверия к нему с каждым годом все меньше? Сейчас хоть вопреки тому, что 58% он набрал поддержки в Трумтуре, но все же доверия к нему все меньше. С чем это связано? Как вы это охарактеризуете? Галина Михайловна. Ну, вообще говорят, что французы вначале очень любят и хвалят, а потом быстро меняют свое отношение. Посмотрим, на первом сроке Макрона этого не произошло. Как будет сейчас, очень много будет зависеть от парламентских выборов и о том, какой будет расклад в парламенте. И, собственно, вот я в внутренней политике говорю, а, собственно, кто будет премьером-министром и какой будет состав правительства. И поэтому от этого будет зависеть очень много. Вообще традиционно президент занимается внешней политикой, то есть то, что касается Украины, а премьер внутренней. Но сейчас, очевидно, президенту Макрону придется и заниматься также внутренними проблемами. Ну, это так сейчас происходит. А то, что касается Украины, ну, конечно, он не такой популист, как Ле Пен, но все же он, как каждый демократический лидер, будет ориентироваться на настроение внутри общества французского. И поэтому наша информационная политика должна быть очень сильной в этом смысле, чтобы доводить и до жителей Франции, и других европейских стран, собственно, что происходит в Украине. И еще я бы хотела сказать, что политика Макрона будет зависеть от того, то есть сейчас вообще все говорят о том, что Украина должна победить. Но что именно вкладывается в победу, как они ее видят, наши партнеры, я думаю, что мы должны оставить собственное видение нашей победы. И, собственно, и это будет, в конце концов, зависеть от нас. Катерин, и к вам последний вопрос. Как вы считаете, вот после этих выборов, когда Эммануэль Макрон снова стал президентом, сможет ли он сильнее влиять на президента Путина в решении вопросов касательно Украины? Это очень сложный вопрос. Вообще вот остается открытым вопрос о том, может ли кто-то вообще влиять на президента Путина. Даже вот люди в его близком круге сейчас не могут на него повлиять и не могут довести на него правду о том, что, видимо, не могли донести для него правду о его шансах быстрой победы на Украине. То есть на войне в Украине. И, соответственно, я бы не сказала, что Макрона есть большие шансы повлиять на Владимира Путина. Спасибо. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Очень важно и нужно знать каждому украинцу и каждому россиянину, как повлияют все эти изменения внутри Франции, потому что Франция, как мы помним, Эммануэль Макрон полностью и четко выступил за Украину, за позицию Украины. И всячески помогает Франция в лице Эммануэля Макрона и народа Франции, также всячески помогает украинскому народу в сопротивлении Российской Федерации. Спасибо вам огромное. Напомню, с нами на связи были Катрин Квинчадж, это аналитики-следователь, и Галина Яворская, профессор политологии, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований. Давайте двигаться далее. Кстати, напомню, что президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили Эммануэля Макрона с победой на выборах. Шарль Мишель написал у себя в Твиттере, что этот беспокойный период нам нужна крепкая Европа и Франция, полностью отдана более суверенному и более стратегическому Европейскому союзу. А Урсула фон дер Ляйен отметила, что с нетерпением ждет продолжение замечательного сотрудничества. Эти твиты вы сейчас видите на своих экранах. Ну и итоги дня выборов в Париже. Сердце Франции есть глазами нашего журналиста Алексея Мацуки. Он следил за выборами во Франции, в Париже. Как же все происходило и чем все закончилось? Давайте смотреть. Я пришел голосовать за того, кого меньше ненавижу. С таким настроением часть французов пошли на выборы 24 апреля по всей Франции. Выбор среди двух кандидатов. С одной стороны Марии Ли Пен, которая больше 10 лет успешно руководит одной из правых партий Европы. И с другой стороны Эммануэль Макрон, который считается центристом. Я хочу поблагодарить всех активистов-волонтеров. Вы мои попутчики, которые с самого начала сопровождали меня. И благодаря этому сделали эти выборы возможными. Более чем 43% голосов, которые я получила, этот сегодняшний результат сам по себе представляет собой оглушительную победу. Ключи к победе во втором туре Макрону дали избиратели, голосующие за левых, то есть за коммунистов или социалистов. Их кандидат не вышел на финишную прямую. Жан-Люк Меланшон взял 22% голосов французов в первом туре и затем призвал голосовать за Макрона. Франция явно отказалась доверить Ле Пен свое будущее. И это очень хорошая новость. Для единства нашего народа господин Макрон является самым неожиданно избранным президентом Пятой Республики. Его президентская вертикаль выживает при условии очень предвзятого выбора избирателей. Он становится президентом из-за большого числа воздержавшихся. Мы все видели эти пустые бюллетени. День выборов во Франции совпал с православной Пасхой в центре столицы. Новая русская православная церковь, куда с самого утра начали стекаться местные прихожане. В основном россияне. В Украине будете молиться? Конечно. Поддерживаете Владимира Путина? Потому что я его поддерживаю. За моей спиной новый отстроенный православный культурно-духовный центр. Так это называется здание в Париже. Сюда на Пасху приходят и граждане России, и люди, которые живут во Франции, но связаны с российской культурой. Чтобы, как говорит французская полиция, не было провокаций, оцепили район на километр от здания этой церкви. И нас, конечно же, не подпускали ближе, чтобы задать вопросы гражданам Российской Федерации насчет мира в Украине и антивоенных акций. Россия прошлась красной линией в предвыборной повестке и Макрона, и Лепен. Суть отношений Путина с двумя французскими лидерами показана в сравнении двух фотографий. Пусть они сделаны в разные периоды, но длина стола в данном случае – яркая демонстрация политической дистанции. Мы все, к сожалению, должны голосовать не за самое лучшее, а против того, что я считаю угрозой для страны. В моем случае мы голосуем за идеалы гуманизма. Что я думаю об Украине? Я работаю в компании, которая активно поддерживает гуманитарные нужды в Украине. Я знаю, что сегодня это выбор для Европы, выбор сплоченности Европы, ставить Украину как часть нас или разобщенной Европой. И в завершение избирательной гонки 24 апреля штаб Макрона организовал специальное место для журналистов прямо в самом центре Парижа. Возле Эйфелевой башни поставили палатки, чтобы все могли спокойно работать здесь, передавать свои новости, писать истории. Ну а включили на экранах, что интересно, телеканал БФМ-ТВ считается лояльным к Эммануэлю Макрону. И здесь в прямом эфире прям вот пишут, сколько процентов уже проголосовало, какая может быть явка. Но раньше, чем в 20.00, все равно не будет никакого результата. И пока журналисты ждут, все заняты своими здесь делами за столами. А напротив, по этой дороге, если выйти, там установлена большая сцена прямо под Эйфелевой башней, что очень символично. Туда взойдет Макрон после 20-ю, выступит перед французами. Журналисты во Франции чуть ли не главные защитники демократии. Один из них Джамиль Юб. Он местный журналист-расследователь, сейчас следит за расходованием бюджетных денег на социальное жилье для нуждающихся. На избирательный участок пришел только потому, что мы его попросили об этой встрече. А вообще, голосовать сегодня не собирался. Говорит нет достойного кандидата и выбирает меньшее из зол. У нас сегодня выбор между Макроном и Ле Пен. И если честно, ни тот, ни другой. У меня очень смешанные чувства. Они нам не оставили выбора. Кто же будет конкурентом у Ле Пен через пять лет? Об этом нужно думать уже сегодня. Но похоже, что сейчас французы об этом еще не задумываются. Это зависит от политики, от внутренней политики Франции. Это сложно, потому что сейчас проигравшая президентские Марин Ле Пен сделает все возможное, чтобы ее партия получила как можно больше депутатских мандатов. И у нее много сторонников, которые готовы проголосовать. С Джамелем, согласные активисты ультралевых движений Франции, они готовы громить город, лишь бы их услышали. Левых, молодых социалистов и коммунистов встречают полицейские. Все настроены агрессивно и воинственно. Поют песни, выкрикивают речевки, как против Макрона, так и против Ле Пен. В ответ полиция использует все, что можно, чтобы разогнать демонстрацию и успокоить толпу. Проигрыш Ле Пен в этой политической кампании не обозначает проигрыш ее идеологических взглядов. Ле Пен сейчас 58 лет. Следующие выборы состоятся в 2027 году. И ей больше не придется соревноваться с Макроном, которому будет запрещено баллотироваться на третий срок. Будет ли через пять лет кандидат достаточно сильный, чтобы снова остановить Ле Пен? Ответа пока нет, но наверняка кто-то появится. Будет ли это еврооптимист или европессимист, проукраинский или пророссийский лидер, зависит от общественных настроений во Франции. А они в большинстве своем сегодня проевропейские. Что на новом языке, который формируется на наших глазах, значит проукраинские. Из Парижа Алексей Мацука, Сергей Тымчинский для UATV.